С ноября прошлого года количество возбужденных процедур внесудебного банкротства выросло более чем в два раза, дойдя до отметки в 94 случая. В декабре это число достигло 172. Такие данные предоставили нам в краевом МФЦ. Причин для такого резкого скачка несколько и наиболее значительные поправки в законе о несостоятельности. Главные изменения коснулись минимальной и максимальной суммы для запуска процесса внесудебного банкротства. До ноября 2023 года эта процедура была возможна при долгах от 50 тысяч рублей до 500. Теперь границы расширили и стало возможным погасить долги от 25 тысяч рублей до 1 миллиона. Вторая причина банальна. Это стало популярным. О процедуре банкротства в последние годы говорят из каждого утюга. Не только СМИ, но и блогеры, которые стремятся за счет контента заполучить новых клиентов. Что такое банкротство? Это возможность писать свои долги. Почему такая возможность есть? Потому что государству выгоднее простить вам кредит, чем сделать вас бомжом. Да и сама процедура несложная. Большинство долгов списывают через бесплатную упрощенную систему банкротства. Для этого нужно заявление в МФЦ и документ об окончании исполнительного производства. Вы указываете свои доходы, свое имущество, кредиторов. МФЦ проверяет. Если ничего не происходит, у вас нет имущества, не появляется в ходе этого внесудебного банкротства какого-то имущества, за счет которого могут быть погашены требования, то, соответственно, через 6 месяцев вы объявляетесь банкротом. Второй путь через арбитражный суд. Главное отличие – этап реструктуризации, то есть появление льгот в первоначальных условиях кредитования. Для этого нужно документально подтвердить финансовые трудности. Например, справка о доходах. Но план редко утверждают, потому что длительный процесс с непонятными для всех перспективами никому не интересен. И часто все переходит к продаже имущества. Здесь тоже важно понимать, что, допустим, если у вас только одна квартира, единственное жилье, и оно не ипотечное, то есть это ваша собственность. Но мы его в расчет не берем, потому что оно обладает неким иммунитетом. Называется исполнительский иммунитет, когда, собственно, на него не обращается взыскание. При процедуре проверяют все сделки за предыдущее время. И даже если переписать имущество на родственников заранее, по словам юристов, это могут расценить как преднамеренное банкротство, наказуемое уголовным кодексом. Все эти сделки в большинстве случаев оспариваются, особенно те, которые совершены в предшествующий год подачи заявления. Поэтому человек вроде как заходит в процедуру без какого-либо имущества, но все это имущество потом оспаривается, возвращается в конкурсную массу, оценивается. А человек, который вроде как добросовестно купил это имущество, становится новым кредитором. Однако рост числа банкротов скажется на всех нас, объясняют экономисты. Ужесточатся условия кредитования, а собственные средства банков пойдут на формирование резерва ради поддержания устойчивости. Из-за меньшего оборота денег должна снизиться инфляция, но фирмам придется сложнее реализовывать свою продукцию. Для банка вопрос ликвидности, не только наличия денежных средств, но и возврата именно их, тоже очень важно, потому что они работают на привлеченных средствах, а не на собственных. То есть у них, грубо говоря, соотношение это где-то 20 собственных и 80% привлеченных, там депозиты, счета и так далее. Кстати, в сфере уже ходит лайфхак. Если нечем платить, а вы не хотите становиться банкротом, можно выкупить долги у микрофинансовых организаций, банков и коллекторов. Самостоятельно это сделать не получится, но реально через знакомого, который, возможно, заберет ваше бремя за 25% от его стоимости. Затем можно договориться, как платить. А в теории долг могут даже простить. Увеличение числа банкротств среди физлиц фиксируют во всей стране. По мнению некоторых экспертов, рост может продолжиться, в том числе из-за напряженной ситуации в ипотечной сфере. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком.